всем привет там в комментариях под ответами копилки вопросов мне напомнили о том что я как-то обещал свой резюме по мелдранату в принципе сейчас уже могу его выдать во первых стоит внимательно прочитать инструкцию я сейчас говорю об инъекционном мелдранате потому что ну и еще его называют страшным словом мельдоний в последнее время вот говорю именно о жидком инъекционном ампулах которые следует внимательно прочитать инструкцию потому что во первых там написано что единственный способ введения препарата это внутривенный если внимательно посчитать других способов там не описано если не описаны другие способы значит их просто не предусмотрено для него по сути поехали сначала таблетированным почему я о нем не говорю потому что когда-то мы его пробовали там по куче таблеток ели никто ничего не почувствовал на самом деле скорее всего просто потому что препарат по моим нынешним ощущениям уже по инъекционным больше подходит к циклическим видом спорта там где высокое потребление кислорода и продолжительное время и бла-бла-бла тот инъекционный который я пробовал не испытывал пришлось очень много проштудировать информации всякой отзывов и провод как обычных отзывов в интернете кто как его вводился колол да и куда до медицинской литературы и для того чтобы понять и у него исключительный способ введения внутри вены или все-таки можно внутримышечно его загнать ну и остановился на том что инъекция до пяти кубов внутримышечно может быть безопасной может быть то есть я на свой страх и риск поставил себе первую инъекцию причем из трех кубиков они из пяти там очень много побочек на самом деле описано в интернете про то что может быть если ввести во внутримышечно от аллергии до отмирания местного отмирания тканей да поэтому так стремновато было начал там с трех по моему даже две спала два с половиной кубика я вкалывал могу сказать одно после 2 инъекции на следующий день когда уже загнал там три с половиной или 4 честно скажу 5 все 5 кубиков я за раз ни разу не вкалывал ну стрёмно 5 кубов загонять внутримышечно причем того вещества которое для этого не предусмотрено вот и на одной из тренировок после вот таки нескольких инъекций до для начал ощущать такой эффект как легкое дыхание то есть если до этого я ощущал как когда я у меня дышка да я глубоко дышу то я прямо чувствую как воздух проходит у меня горло как он в бронхах там проходит то есть вот эти вот физические эффекты ощущались как противодействие потоку воздуха как сопротивление внутри организма да вот после нескольких уколов мелдраната на одной из на первом на одной из тренировок я начал ощущать тот эффект что мне стало легче дышать то есть у меня появилось ощущение что воздух сквозь меня проходит беспрепятственно вообще как на вход так и потом у меня и углекислый газ там там смесь это вылетает обратно точно также легко интересное ощущение прикольное но не особо ценное для силовых тренировок особенно если делать поправку нас уколы да то есть и мое резюме именно для меня это то что тот эффект который могут дать 5 кубиков в колотые за один раз для меня не стоит того чтобы я занимался этим ежедневно ну или вообще чтобы я этим занимался если бы я занимался каким-то из циклических видов спорта там бег из езды на велосипеды лыжи и прочее прочее я думаю что он бы я бы его эффекты почувствовал гораздо лучше но по сути я вот если брать соотношение эффекты и удобства или неудобства его введения как-то блин не мое это нет у меня на весах вот это вот перетягивание нет мотивации колоть его каждый день тем более у меня нет мотивации всаживать его себе каждый день по вене потому что я хоть и могу сделать маленькую укол внутривенной до себе там но каждый день загонять в себя там вот сидеть каждый день тыкать себе вены но тоже как-то не алю но стрёмно это дело для меня поэтому мое резюме вот такое еды я понимаю что эффекты от него могут быть больше если я от пяти кубов прочувствовал эффекты но правда они меня не вдохновили потом на дальнейшие эти все физиотерапевтические или медицинские процедуры скажем так то и от больших дозировок естественно я думаю что будут больше эффекта тем более что и натыкался очень много на информацию что его нужно колоть там от 1 2 грамм и больше но колоть внутримышечно эти дозировки уже нельзя ну потому что по бочке будет очень много чисто физической поэтому от 1 2 грамм уже нужно вводить внутривенно и я для себя не вниз не увидел этой целесообразности то есть для того чтобы этим заниматься нужно конкретно быть заряженным на определенную задачу в этот пример период времени да допустим особенно если есть специализация там вот олимпийцы да там конкретно профессиональные спортсмены кто-то у которой этим деньги зарабатывают у которых каждый день там не многочасовые тренировки да он будет помощником не ключевым конечно один одним из помощников не ключевым не основным но будет в работе в тренажерном зале я думаю что он больше как плацебо работает но эти эффекты они если их поделить на неудобства его использования но не очень скажем так вдохновляет единственное что в зале я бы его использовал вперед протоки чемпионату да если есть вот там я человек конкретно заряженный на задачу когда у него две тренировки в день 1 минимум одна из них еще кардио то есть нам час там в день а то и полтора два да он может использоваться он реально по себя приявит но для этого придется договорить договориться там с поликлиничкой какой-то с какой-то медсестрой чтобы люди профессионально делали вам эти внутривенные капельным способом инъекции введение препарата по-другому его использовать в межсезон если нет жесткой необходимости готовиться к чемпионату не вижу смысла то есть вот такой тут у него баланс для обычного любителя обывателя он в принципе не актуален и бесполезен но скажем так причислять его к допинговым средством это реальный смех тем более что даже те кто орал что этот допинг по всплываешь на сегодняшний день информации сами его употребляют на завтрак и битый ужин то есть чистое лицемерие и ничего более такими шагами мы дальше витамин c запретим не все такое в общем мое я думаю мое мнение по этому поводу понятно по поводу препарата он эффективен в больших дозировках при внутривенном введении и при том типе тренинга как для которого он в принципе больше подходит то есть это продолжительные нагрузки с большим потреблением кислорода на и скажем так скоростные силовые или или работа на выносливость но работа с железом здесь он как бы скажем так больше применим как психологический эффект шоу и как мне классно дышать больших эффектов я думаю шивать него не дождетесь не волшебно это средство обычный препарат который может проявлять свои свойства может на сегодня все пока